Макароны, крупа и мясо. Или по-другому народный обед. Его в Красноуфимске раздают всем нуждающимся. Надежда Шишкина получает народный обед одной из первых. Говорит, такая помощь очень важна для нее. Мне очень приятно такую помощь, потому что уже нет куда нам никакой помощи. От организации уже нам ничего не поступает. Поэтому очень приятно получить такой подарок. И полезный. Потому что я овсяные хлопья каждое утро ем. Варю кашу. Народному обеду радуется и Татьяна Попова. У нас семья, потому что малобеспеченная. То есть я не работаю. Муж у меня тоже как работает. Ну, можно сказать, неофициально считается не работающим. Из четырех человек состоит, две дочки у нас. И получается, живем как мы на детское пособие. Детское пособие очень маленькое. И то, что в этой организации очень хорошо помогают и продуктами, и вещами. Благотворительная акция «Народный обед» в Красноуфимске проходит второй раз. Продукты закупают на пожертвования Всероссийского благотворительного фонда продовольствия «Русь». Затем пищевые наборы фасуют добровольцы и передают нуждающимся через соцслужбы и православные приходы. Один за другим в Центр социального служения за пищевыми наборами идут люди. В нашем отделе кормляется более 200 семей на сегодняшний день. Это многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры, инвалиды, которым вот очень сложно как-то прокормить себя на те средства, которые они имеют. В Красноуфимск привезли 150 мешков продуктов. В каждом пять народных обедов. В наборе полкилограмма макарон, сколько-то грамм мяса. То есть это полноценный, можно сказать, обед или ужин для семьи, состоящий из трех человек. Акция проходит под девизом «Накормить может каждый». Несколько раз в год продуктовые наборы получают 30 тысяч нуждающихся в разных регионах страны. Ксения Инозьянцева, Марина Агалакова, Интера ТВ.